Закхея Закхей 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 искал. И самое удивительное в этой истории, что Закхей в православной церкви святой. И лик его святой. И православные поклоняются ему, как человеку, который был богатым и почитал Иисуса. Но я хочу не говорить не об этом. Смоковница эта до сих пор существует в Израиле. Россияне, миссионерская церковь там открыли. И эта смоковница стоит, потому что смоковница живет много лет. И они как бы верят, что это та смоковница. Ну, я думаю, это другая. Знаете, как... Лишь бы деньги платили. Но я вам хочу сказать о Закхее. Переживание такое его было, знаете, когда он залез на дерево, ему даже не стыдно было. Сейчас у всех, кто маленького роста, может кому-то стыдно, кому-то не стыдно. Он залез на дерево, чтобы увидеть самого Господа. Того, кто проходит мимо. Откуда он знал, пройдет он мимо или нет. Но ему было так нужно. Ему было так нужно. Почему нужно? Потому что он и сказал, когда Иисус говорит, быстрей слезай, Закхей, он быстро побежал в свой дом и сказал, все, что у меня есть, я половину отдам нищим. И все, кому я должен, воздам в четверо. Друзья мои, чтобы принять такое волевое решение для богатых людей, для бедных это очень сложно поделиться, а для богатых людей это еще больше сложно. Но он принял это решение. Почему он это принял решение? Он тоже искал. Он тоже был в нужде. Ведь та душа, которая есть у каждого из нас, кроме Бога, ее никто не знает. И Бог, только Бог знает, что мы переживаем с вами. В каком мы находимся поиске? Где мы ищем? И что мы ищем? Может мы ищем в мире? Может мы ищем у друзей? И потом у нас обида, что друзья нас не понимают. Ведь бывают такие ситуации, когда ты хочешь человеку что-то сказать, поделиться своим сердцем. А ему неинтересно. Он говорит, да мне как бы все равно, что ты думаешь. Да мне как бы все равно, о чем ты мечтаешь. А Иисус единственный, который обратил внимание на Закхея. Ведь толпа вся шла. Никто не обращал внимания. Иисус обратил внимание. И он говорит, Закхей, Иисус, я вот это сделаю. Его кто-то побуждал, его кто-то заставлял, его кто-то уговаривал, Закхей, ты должен это сделать? Нет. Побуждение от Духа Святого пришло в Жизакхея. А какие у нас побуждения, как христиан, сегодня? На что мы готовы положить свою жизнь? За что мы готовы отдать свое как бы свое имение? О чем мы мечтаем сегодня? Вы мне скажете, я и так устал от жизни. У меня и того нету, и того нету, и что-то не случилось, если что-то не случилось, как мои мечты. Ну давайте научимся мечтать в Боге. Никто ведь нам не запрещает мечтать в Боге. А что такое мечтать в Боге? Это когда ты можешь послужить другим людям. Почему Закхей решил отдать свое половину имения нищим? Ведь он не обязан кормить бедных, ну как мы с вами сегодня все. Он не обязан был всем нищим раздавать. Было в законе Моисеева, конечно, в Ветхом Завете, что евреи должны были давать милостыню нищим. Это правда было так, чтобы не было среди Израиля бедных. Бог сказал, пусть твоя рука всегда будет открыта, чтобы давать бедному, чтобы народ Израиля никогда не бедствовал. И где вы видели бедного еврея? Очень такой сложный вопрос, потому что Бог с ними. Они знают секрет, что нужно делиться имением своим. У меня есть подруга, которая часто ездит в Израиль, и вот она рассказывает, что люди на улице выставляют запакованные вещи, что каждый год они меняют посуду, и запакованные посуды стоят новые, холодильники, одежда, еда. Я купил, мне не подошло, я выставила на улицу, запаковывала, не порвала, чтобы никто не взял. Мы же даже стаканчики можем помять. Ну, пили, зачем же, чтобы кто-то еще выпил, да? Ну, это правильно, ну, в принципе, то есть, а у них нет такого, они щедры на даяние, щедры на милостыню, щедры на то, чтобы послужить другим. Вы мне скажете, ну, при чем здесь мы? Мы в Украине, в Каменском, у нас все не так, не так, не так. Но сердце-то наше в руке у Господа, мы же дети Его. Пусть мы не по плоти евреи, но по духу-то мы тоже дети Божьи. И почему в наших сердцах не всегда переживание с Богом рождает даяние, не всегда переживание с Богом рождает послужить другим людям. Мы скажем, не, ну, так я же не миллионер, у меня самого ничего нету. Но это же не значит деньгами давать людям, это же значит делиться тем, что у нас есть, друзья мои, не только материальным, но и душевным, и духовным, и просто молитвой. Ведь можем мы этим делиться людям. А люди сейчас в этом мире очень нищие, они нуждаются. Вы знаете, вы мне скажете, ну, я тоже нуждаюсь, мало ли кто кому-то, я тоже нуждаюсь. У тебя есть источник, ты можешь и на дерево залезть, и Иисуса увидеть, и поговорить с Ним, и обняться с Ним, и услышать от Него. А те нищие, которым принадлежит то же обетование, что они тоже будут спасены. Они еще не слышат этого, они еще не видят этого. Но кто из нас может сегодня сказать, Господи, я хочу служить людям, я хочу давать им милостыню, я хочу отдавать свое полцарства, то, что у меня есть, мне не жалко, моя дверь открыта. Кто сегодня современные люди ходят друг другу в гости? Ну, это уже старина, это уже ветхий завет, сейчас уже почти никто не ходит друг другу в гости, даже пообедать мы в кафе ходим, ну, если что. Нам нравится, это хорошо, но наши двери не открыты, потому что мы говорим, извините, у меня не убрано там, ну, вы поняли, шкафчики не помыты, или еще что-то. То есть наша жизнь настолько сейчас другая, что мы даже не можем думать о том, что мы можем открыть не только сердце, но и двери своего дома, чтобы люди ходили. Раньше это было, сейчас этого нету. Но я не говорю за мир, я говорю за христиан, которые должны иметь общение, потому что кровь Иисуса нас омывает, когда мы имеем общение друг с другом, а мы сейчас закрываемся друг от друга, потому что есть что-то в нашем сердце какой-то другой поиск. Мы ищем укрыться, закрыться, запрятаться, чтобы никто не осуждал, чтобы никто меня не видел. Закхея осуждали? Сказали, Иисус, как ты можешь войти к дом грешнику? Как ты можешь к нему пойти? Все сразу восстали. Волновала эта Закхея как человека? Ну, конечно, волновала как человека, но он не обращал на это внимания. Он правильно отреагировал. Он сказал, какая разница? Какая разница? Иисус бы мог отреагировать на людей и сказать, Закхей, ты грешник, мне все об этом говорят. Он так ему сказал? Нет. Он промолчал. Он пришел к нему и сказал, Закхей, я должен быть у тебя в доме. Сегодня в церкви Божий есть Иисус и он у нас в доме. Но как мы реагируем на это? Что мы хотим Иисусу дать? Как мы хотим переживать, как послужить другим людям, которые сегодня нищие духом прежде всего? у них даже нету надежды, они ее не видят, они не знают. Мы так не все думаем. Вы помните вторая история, это уже Матфея 19 глава, про богатого юношу. Он пришел к Иисусу и говорит, Иисус, что мне сделать доброго, чтобы наследовать Царство Небесное? Иисус ему говорит, соблюди заповеди. А он говорит, о, так я их соблюдаю, у меня все в порядке. И опять Иисус ему говорит, все, что имеешь, продай и раздай нищим. Опять эти нищие, где они вообще взялись? И, конечно же, юноша не принял правильного решения. Может быть, со временем он принял правильное решение, и нормально, я думаю, он покаялся, и все у него хорошо было, но на тот момент он был шокирован, а Ветхом Завете давали нищего, я уже вам говорил об этом, и естественно, он был шокирован от того, что почему он должен поделиться своим богатством и кому-то что-то отдать, физически. когда мы говорим надеющимся на богатство Иисус говорит дальше своим этим ученикам, что трудно надеющемуся на богатство войти в царство небесное. И все так удивились, опа-на, а почему им трудно-то? Потому что их сердце уповает на средства, которые у них есть. Это не обязательно деньги в финансовом эквиваленте, это любое наше земное притяжение, на что мы уповаем в этой жизни. И вот у юноши получилось так, что он больше привязан был к земному. Он даже не понял о том, что даже если он чем-то поделится в своей жизни с нищими, что-то случится. И тогда ученики его сказали, я вчера об этом упоминала, что а как жена, мы все оставили. А Иисус говорит, вам все приложится во сто крат. Но духовные переживания, ведь Иезакей искал чего-то другого в своей жизни, у него уже было все, мира полная, утрясенная, нагниченная. Иногда и в нашей жизни так бывает, когда у нас может быть денег нет, но как бы уже мы насытились всем, у нас как бы на наше откровение, на нашу жизнь уже есть все. и мы не заглядываем там, у кого чего есть, у кого чего нет, мы как бы усовершенствовались в том, что мы имеем. И мы думаем, а зачем мне что-то делать, а зачем мне искать, а зачем мне давать что-то, а зачем мне делиться с людьми, чем то, что у меня есть. Мне и так хорошо, у меня все есть. Но есть люди, которые другие. Если юноша расстроился от этого и сказал с печальным сердцем, пошел и думал, думал, я думаю, долго он думал, но все у него хорошо, он спасен, аминь. Но переживания такие, о чем он думал, о чем он мечтал, ведь он сам к Иисусу подбежал, его же Иисус не толкал, что иди, я к тебе приду сегодня. Он просто, юноша шел и спросил у Иисуса, что мне сделать доброго, друзья мои, что нам, невесте Христа, христианам, сделать доброго. Да, мы наследники в Царстве Божьем, все в этом хорошо, все правильно, но церковь не может ничего не делать. Если церковь стоит, она никуда не идет, она останавливается и может идти назад. Церковь должна двигаться вперед. Вот знаете, слава Божья, она идет. Мы когда говорим, когда мы молимся, мы говорим, слава Божья идет, но мы же должны идти за ней. Мы же не можем стоять сзади и думать, ну пусть слава Божья пройдет, что хочет, то и Бог сделает в нашей жизни и в жизни всех людей, а мы будем стоять. А Бог говорит, пусть моя слава идет, а ты иди за славой Божьей. Все, что тебе нужно сегодня, это найти, искать, быть всегда в поиске, в духовном поиске, друзья, я не говорю в поиске мужей и жен, сейчас же вот это слово современное, что мы все в поиске плоти. Мы не плоти ищем, мы Бога ищем, потому что это самое надежное, вот как этот банк, который самый надежный, это только небесный банк. Все самое доступное и все самое с избытком есть в этом духовном банке. Но мы ищем, сначала мы ищем, открываем свое сердце, раздавать себя. Иисус, написано, расточил все, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Что Иисус расточил, друзья мои? Ни финансы, ни деньги. Он служение людям служил. Служил всем, что у Него есть. Вы знаете, что из-за Иисусом ходила толпа всегда людей. Но когда ходили обыкновенные люди, это было понятно, что они всегда искали, всегда нуждались. Но когда богатые ему служили всем имением своим, да, написано, и знатные женщины служили Иисусу своим имением. О чем это говорит? Это говорит о том, что они были в поиске, они искали Царство Божьего. Ведь сегодня не все из даже верующих и христиан ищут Божьего, ищут каких-то переживаний в своей жизни, какого-то пастора ищут, чтобы благословить. Мы же не все так делаем, мы не все ищем. А Иисус раздал свою жизнь для того, чтобы мы с вами обогатились. И кто-то сегодня в этом мире нуждается, нуждается, чтобы мы прикоснулись к нему. Вы подумайте, кто это может быть? Это может быть наши знакомые, давние, близкие, родные, но мы им ничего не говорим, мы не переживаем вместе с ними, мы не сосредоем их, мы говорим, да, я сам устал, что должен еще кому-то послужить, кому-то помочь. Ну, Иисус говорит о том, что Закей, слезай, я буду у тебя дома, а ты принимай решение. Вот это то, на что рассчитано, рассчитано, точнее, на то, что Бог рассчитывает в наших отношениях, что мы что-то будем делать. Не что-то просто, да, ходить на работу или так далее, мы будем что-то делать для Царства Божьего, мы будем что-то делать для тех, которые в нужде сегодня, мы будем что-то делать для того, чтобы спасти кого-то из людей, которые не знают еще сегодня Бога. И, конечно же, эти люди, все, мы читаем 11 главу Евреям, написано, что это глава нашей веры, и куча там людей, которые верой побеждали, заграждали уста Львов и побеждали, но есть там один хороший стих, который говорит о том, что люди говорили, что мы странники и пришельцы на этой земле, потому что они все время искали другого небесного дома, другого дома, и все, что было у них, они раздавали, они не переживали о том, что чего-то им не хватит, и они, как один проповедник мне понравилось, сказал, что в гробу нет карманов, то есть не все мы можем с собой унести в этом мире, и наша жадность, вот которая физическая, она не является наслаждением для нас, потому что это никогда не закончится, что мы хотим, чего у нас, чего нет, и мы должны купить, это не обязательно, но обязательно сказать, Господь, на этой земле мы странники, мы пришельцы, и мы рассчитываем на то, что мы ищем другого дома, другого дома, особенного дома, ведь все евреи ходили долго по пустыне, у них не было своего дома, на сегодняшний день у них есть страна, Израиль, но ее все время тоже бомбят и пытаются уничтожить, вы знаете, и Армагеддон будет, и все будет, и скажите, почему? Потому что Бог сделал их пришельцами и странниками, чтобы они ходили по земле и служили людям, понятно, что на сегодняшний день не все светские евреи служат людям, и не все проповедуют Евангелие, и не все говорят о Боге в синагоге, не все ходят в синагогу, но мы, новая церковь, знаете, из всех народов земли, которая придет пред лицо Божье, Бог скажет, ваши дела идут впереди, потом вы за ними идете, и что мы увидим? Мы увидим Господь, мы видим всегда только тебя перед собой, перед своим лицом, мы всегда видим свою славу, но еще мы видим, как мы жили, что мы делали, как мы давали другим людям то, что было у нас в сердце, добрые слова, улыбки, молитвы, какие-то переживания своей жизни, как мы делились с другими, те, у которых вообще ничего нет, которые нуждаются сегодня в этом мире, и чем больше, вы видите, насколько люди обозленные сейчас, особенно перед выборами, кого не спроси, все сразу кидаются, все сразу агрессивные, но мы тоже почему-то не становимся в позицию добра и мира, что, друзья мои, все будет по воле Божьей, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь, мы молимся, мы же Богу доверяем, но мы тоже как бы в этом, знаете, колотимся, колотимся, и не даем надежды людям, не даем им выйти из этой нищеты духовной, не даем им возможности, Господи, как я могу свое имение дать, что у меня есть, ведь имение мое внутри меня, это же мое Царство Божье, это то, что живет во мне, это мое имение, и как я его могу раздать людям, что я могу им предложить, если я сам пустой, я не Закхей, у меня нету денег, но что у меня есть, что имею, написано, да, то и даю, а если у меня нет внутри ничего, что я могу дать, я могу тоже печалиться, страдать, переживать, ругаться, ничего хорошего не могу дать, но мы с вами, вот, знаете, хочу вас ободрить, друзья мои, мы с вами настолько богаты всяким духовным благословением в небесах, наше имение, оно больше, чем у самого была Закхея, наше имение намного сильнее, намного величественней и намного властней, но наше право давать или не давать, делиться с нищими или не делиться, выбирать, как юноша печалиться или говорить, ты пришел, Иисус, в мой дом, и я хочу служить другим людям, которые в нужде, ты пришел, Иисус, в мой дом, и я так рад, потому что я искал именно тебя, я искал именно этой свободы, я искал именно этого удовлетворения душевного, я искал чудес в своей жизни, что-то я искал, и наконец-то это пришло в мою жизнь, я могу сказать, у меня все есть, я сытый, довольный, и я хочу поделиться с другими, у кого ничего нет, кто в нужде, кто в переживаниях, кто страдает на дороге, кто в больнице не может дойти до койки, все эти люди, они существуют сегодня в этом мире, но церковь не может быть равнодушной, церковь не может думать о том, что мы спасены, и аллилуйя, мы спасены, но мы призваны спасать этот мир, мы спасены, это очень большое чудо, это правда чудо сверхъестественное, но у нас еще сила есть, мы ведь богаты на всякую щедрость, мы ведь богаты на всякое доброе дело, все это у нас есть, но кто-то жалко добром своим делиться, кому-то жалко с нищими делиться, а кому-то не жалко, а кто-то говорит, я готов, я готов отдать свою жизнь, свое сердце, я готов принять кого-то, я готов послужить кому-то на улице, я готов помолиться за кого-то на улице, я верю, что Господь делает чудеса в нашей жизни, и вот о героях веры еще раз хочу вам сказать, что мы с вами тоже записаны в эту главу, просто она дальше не читается, но это мы с вами, ведь мы герои веры, мы тоже побеждаем, мы побеждаем не физический мир, а свою душу прежде всего, сегодня мы не живем в состоянии, ну, боевой готовности, мы не живем с вами в этом состоянии, но должны жить в этом состоянии, потому что Иисус грядет, очень часто, когда я молюсь на языках, Господь грядет, Дух Святой говорит, Господь грядет, и время наше коротко, и мы правда должны быть готовы навстречу жениху, и всегда, знаете, когда мы хотим видеть Иисуса, мы стараемся, мы спешим, мы готовимся, мы переживаем, что еще, что еще, что еще я должен сделать, что еще я должен сделать, не сегодня, конечно, может быть, это не сильно популярно о том, что я сегодня говорю, но это такая, важная часть во Христе, что мы настолько устали от жизни вообще человеческой, что мы забываем, что мы искатели Бога, что мы искатели других, у нас неземная жизнь, у нас уже все есть для жизни земной, даже у нас и микроволновка есть сегодня, да, то, чего у нас когда-то не было, я тоже понимаю, что когда-то и бананов не было, и ананасов не было, а теперь у нас есть все, но вот это все стирает, что мы даятели, что мы расточаем ради других людей, что мы должны переживать о других, что мы должны служить другим людям, что мы должны нищим, никто не даст, кроме нас, мы народ Божий, мы народ святой, мы люди взятые у дел, что написано дальше, чтобы возвещать, да, а чтобы возвещать, чтобы возвещать, надо стараться, когда ты устал разговаривать, а тебе надо разговаривать, это уже жертва, это уже напряг, но ты устал по плоти, но по духу ведь мы не устаем, поэтому сегодня мы с вами должны быть как Закхеи, который сказал, Иисус, ты пришел ко мне, и я готов делиться, и все раздавать кому что должен, аминь, давайте поднимемся, аллилуйя, слава тебе, Господь, благодарим тебя за этот праздник, и за то, что сегодня ты вложил в наше сердце, Господь, твое слово, мы благодарим тебя, Иисус, за то, что ты действуешь своим словом, благодарим тебя, Господь, что ты меняешь наши сердца, что мы стали искателями твоего царства, чтобы мы стали искателями твоего лица, что сделать нам доброго, чтобы наследовать твою жизнь, Господь, И мы благодарим Тебя, Господь, славим Тебя, Иисус, Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, прославляем Тебя, Иисус, величаем Твое святое имя, Господь, благодарим Тебя, Господи, что мы услышали, что мы услышали и приняли, как нам жить дальше, что нам делать, как нам действовать, Господь. И я благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, Иисус. Слава Тебе, слава Тебе, Господь, Аллилуйя.